Ситуация с заболеваемостью в Сухоми ухудшается. С каждым днём выявляется всё больше ПЦР положительных пациентов. И наблюдается значительный прирост детской заболеваемости нынешним штаммом, который протекает как ОРВИ. Главная забота участников столичного оперштаба – не допустить ещё большего распространения коронавируса. Как известно, у нас ситуация ухудшается по количеству заболеваний и населения нашего города. Поэтому давайте обсудим, какова у нас на сегодняшний день ситуация. Количество заболевших, количество находящихся в стационаре, те пункты там, где производится забор тестов, какова там ситуация. И что нужно сделать для того, чтобы ситуацию максимально стабилизировать, не допускать увеличения количества заболеваний. Начальник управления здравоохранения администрации Сухума сообщила, что много больных ковидом как среди населения, так и среди медицинского персонала. Все наши медучреждения работают тоже в усиленном режиме, как мы сказали, и все обеспечены всеми необходимыми средствами и препаратами. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки издан приказ Управления здравоохранения об ограничении доступа в поликлинике соматических больных. Однако мэр Бесланеш вопросил тщательнее подойти к этому вопросу, так как помимо ковида не перестают существовать и другие болезни. И нельзя прекращать лечение больных с хроническими заболеваниями и по экстренным обращениям. Человек, который пришел по другой симптоматике в поликлинику, может там же заразиться, общаясь, контактируя или на улице контактируя с теми, кто пришел сдавать ПЦР-тесты. Поэтому мы полностью исключать это не можем. Надо ограничить. Какое-то ограничение надо вести. Основываясь на тот опыт, который у вас есть, уважаемые руководители поликлиник, посмотрите, что можно в этом плане сделать. Там, где вы видите о том, что надо человека обязательно посмотреть, может быть по сердечно-сосудистой системе или как-то еще, обращаются в поликлинику. Есть наверняка, правильно, у нас карточки есть, правильно, на жителей. Тем, которые нужны периодические консультации и вести их, это прекращать ни в коем случае нельзя. Главный врач Сухумской первой поликлиники Лиана Ампар заметила, что в ее учреждении есть возможность разделять ковид больных и больных с хроническими заболеваниями. Так как кабинеты для них находятся на разных этажах. Ну, будем стараться сейчас как-то регулировать, поставить кого-нибудь у входа и контролировать. Потом как-то будем распределять. Тех, кого можно и нужно и необходимо держать дистанционно, дистанционно. Если кто-то приходит за лекарственным препаратом или как-то еще, вы же всех своих пациентов знаете. Нет необходимости заходить в здание. Каждый день фиксируется заболевших больше, чем накануне. И по словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, это говорит о том, что показатели пока еще движутся к пику. Мы еще не вышли на пик. Такая ситуация будет продолжаться еще от пяти дней до недели. Может быть и больше. Прирост детского населения в этот раз в большем процентном отношении, нежели взрослого. Среди школьников и учителей тоже наблюдается рост заболеваемости. И это несмотря на то, что общеобразовательные учреждения уже неделю как закрыты. Сейчас количество больных даже больше, чем до закрытия. Также много выявлено больных среди воспитанников и сотрудников детских садов. После заседания штаба глава столицы издал распоряжение о закрытии на карантин детских садов в Сухуме. До конца этой недели детские сады закроем. А дальше по ситуации, которую надо будет мониторить вам в первую очередь. Среди преподавателей, среди воспитателей, ну и конечно же среди детишек. Алла Ивановна, к концу недели нам нужен будет срез. Если рост будет продолжаться, значит будем возвращаться к тому, чтобы продлить карантинные меры в общеобразовательных и в дошкольных учреждениях. Будем контролировать ситуацию. Главный врач детской поликлиники констатировал о взрывной рост заболеваемости среди детей, чего не наблюдалось при других штаммах коронавируса. Главврач инфекционной больницы Астамургуния рассказал, что количество обращений возросло, но не увеличилось число госпитализируемых, что говорит о более лёгкой форме течения болезни. А так по стационару у нас примерно такая же ситуация, как и было, допустим, неделю назад. А по поводу обеспечения? Да, всё есть необходимое. Медики предупреждают, что ковид продолжает модифицироваться, особенно в зимний период. И нынешний омикрон при взаимодействии с сезоном ОРВИ неизвестно, в какой по сложности штамм перерастёт. Поэтому призывают всех вакцинироваться, не отказываться от иммунизации, ссылаясь на лёгкое течение болезни при омикроне. Амра Амбичев Алексея Гухава, Пресс-служба администрации города Сухум.